Добрейшего времени суток, на связи Antiquar. Добро пожаловать в Disciples 2, где мы продолжаем проходить оригинальные кампании. В настоящее время проходим кампанию Империи. Представляю вашему вниманию вторую часть прохождения четвертой миссии из этой кампании, Поход Утара. Для тех, кто пропустил начало прохождения этой миссии, правый верхний угол содержит ссылку, перейдя по которой вы сможете окунуться в приключения с самого старта. Я же, с вашего позволения, буду продолжать. У нас тут не то чтобы проблемы, пару гномов бегут. Вот вопрос, кем их лучше победить. Ну, здесь определенно Утар справится с переносчиком жезлов. Причем через автобой мы их разбираем. Слишком уж простой и быстрый этот бой. А вот с Гандальфом вопрос, что нам делать. Я вот еще обращаю внимание на то, что здесь заклинаниями можно разжиться. Интересно, чьими. Надо бы, кстати, туда Утар это отправить. Сейчас мы отсюда двинемся нашим героям дальше. А Утар можно двинуть, наверное, в том направлении. Причем, наверное, давайте так мы и сделаем. Кромом нападаем на Гандальфа. Ну, он самый простой. Да, в принципе, можно было и самим Утаром сюда бежать. Ладно, не суть важна. Всеми в атаку. Всеми бьем. В общем, по полной программе. Великан расстроился. Хочет нам что-то объяснить. Мы как-то не очень готовы слушать. Ну, в общем, стандартная ситуация, как вы понимаете. Здесь давайте мы чуть-чуть подождем. Ну и... Следующим образом поступим. Хорошо. Разобрались мы с противником. Матриарх у нас уже готова получить опыт. А это значит, что полторы тысячи нужно потратить с пользой. В принципе, инквизитор тоже практически готов, но ему-то точно придется потерпеть. Не могу я сейчас ставить джезл, поскольку это нас отодвинет от возможности закончить данную ветку отстройки. Так, ладно, Утар, давай-ка вот к этому троллю на всех парах. Здесь, Мэри, ну просто подожди. Давай прилетели сюда и просто стоим ждем. Да, как-то так. На завтра мы, соответственно, поставим... Последнее сооружение, которое позволит нам получить лучшего лекаря в этой ветке, а именно базилику и прорицательницу вместе с ней. Полторы тысячи золота, обалдеть. Слушайте, а я тут сразу вспоминаю, когда я играл за демонов. Ну и у рыцарей, в принципе, да, у наших есть же еще одно улучшение вот этого уровня. Тут-то все по полторы тысячи, это ладно. Вот улучшение четвертого уровня будет стоить уже тысячи четыре, что ли, или четыре с половиной. Ну, в общем, как-то очень дорого. И это, конечно, вообще проблема найти столько денег. Ну, хотя, так или иначе, эта проблема решалась. У демонов тоже с этим были сложности. Альдерик, ну что, вернуться к тебе? Хватит нам там опыта, чтобы прокачать матриарха. Я думаю, да. Ну, раз Утар убежал, да, давайте мы к Ромам здесь все-таки... Займемся этой историей. Давайте вот этими ребятами отступим, так, чтобы нам гарантированно хватило. Опыта для того, чтобы перевести матриарха на следующий уровень. Да, 70 единиц хила, это уже совсем другая история. История, которая нам позволит чувствовать себя куда как более спокойно и раскованно. Ну, вот она, прорицательница. Голос прорицательницы достигает самого небесного отца. В бою ее исполненные надежды слова... В бою ее исполненные надежды слова предают сил и исцеляют раненых воинов. Ну, и замечательно, что они прям придают силы. Мы можем разбираться с недоброжелателями. Вот столица, да. То есть, в принципе, здесь бы нам держать какие-то войска, чтобы ребятушки никуда не делись. И мы могли себя спокойно чувствовать. Ну, в общем, посмотрим, как мы это можем провернуть, пока нам нужны деньги. Пока нам нужно еще полторы тысячи, чтобы получить инквизитора суперопытного. Клодерик, правитель расы горной клана, засылает к вам шпиона. Это ладно, вот он сейчас будет засылать у нас всякие вот такие штуки. Не самые приятные. Шпиона-то мы, наверное, как-то переживем. Так, ну давайте заберем вот этот рудничок. Здесь бы тоже надо, наверное, разобраться вот с этими залежами маны. И вот ситуация-то, на самом деле, довольно дурацкая. В том плане, что я и уходить особо-то не могу. Иначе гномы здесь в конец распоясаются. Ну и стоять здесь. А что вот я буду стоять здесь делать? Очень это все странно выглядит. И утром его вели, да, чтобы посмотреть, что там за троллем. Какие заклинания здесь можно будет приобрести. Ну вот о чем я и говорил. Он до города не добежал, да их герой. Надо эту проблему, конечно, как-то решать. Определенно. Ладно, здесь погнали драться. Еще тролль. Как приятно здесь. Находиться. Паралич. Это прекрасно. Может быть, нам тоже здесь в лекарь вложиться как-то? Ну, хотя можно его добрать, чтобы, да, как-то не усложнять этот процесс. Да, здесь лечение пошло. В принципе, рыцарь тут опыт получит. Что-то уже не будет лишним. Тоже один тролль? Тоже. Наверное, вот сюда теперь мы должны двигаться. Ну и здесь я вынужден пока сам заниматься вот этими вопросами. Просто в силу того, что... А что я могу сделать? Ну, в том плане, что у нас денег нет нанимать героев пока каких-то, да? О, решили бежать. Ребятушки, это несерьезно. В смысле бежать? Не надо. Прошу вас задержаться немножко. Так, здесь уже быстрый бой. Никто убежать не успеет. И мы здесь опять-таки подзависли. Хм. А хочется идти дальше. Так, в принципе, сейчас мы у гномов заберем рудники и должно стать легче. Опять же, нам бы... Посмотреть, есть ли у них дальше какие-то города. Если есть, то их тоже бы неплохо прибрать к рукам. 690 монет у нас, да? Рунный артефакт. И это все понятно. Так, здесь на всякий случай тоже нужно записаться. Угу. И не проходит паралич. На самом деле. А ведь ты будешь рыцаря, да? Любопытно. А вот сейчас проходит. И вот сейчас, кстати, неплохой момент, чтобы всеми отступить. И я полагаю. Ну-ка. Снова проходит. Отлично. Так, здесь лечить некого. Рыцарь убежал. Ну и заканчиваем. 184 опыта. Ну, прям чуть-чуть не докачалась наша барышня. Ладно. Все впереди. А вот зачем магия смерти у нас. Тут есть... Башня Маловьена, где можно купить призыв скелета. Это что такое? Восстанавливает на большой площади туман войны, который защищает отряд от вражеских заклинаний. Ну, наверное, не очень интересно. И слабость, да? На 10% снижает шанс воинов попасть по противнику. Ну, такое себе на самом-то деле. Не сказать, чтобы очень важные были какие-то ресурсы для нас. В плане заклинания, чтобы... Пытаться оставить их за собой. Так. Что мы делаем здесь? Здесь нам надо оставить гарнизон. Правильно? Мне кажется, да. Куча лучников. И... Воин. Даже два. Это же город пятого уровня. Не выглядит это как-то супернадежно. Взять ли с собой еще кого-то? Ну, мы вроде бы справляемся. Много опыта надо герою. Это, смотрите, это мы получим только седьмой уровень, который мы могли прокачивать в прошлой миссии, да? У нас еще тут, по идее, впереди два. Если я правильно все понимаю. Ну что, побежали дальше. Сможем ли мы защититься? Вот большой вопрос. Нет у меня на него ответа. Вот так сходу. Ладно. Но город это нельзя отдавать. Это прям, конечно, идеальное место, чтобы держать оппонента как-то... На этом пятачке. Не давать ему развиваться в ту или иную сторону. Вот это вот неплохой расход маны. Гномской. Я не возражаю. Так, 770 денег. Это значит, что одного героя мы нанять сможем. Нам бы, наверное, нужно продолжать изучать какие-нибудь заклинания. Какие-нибудь... Вот гнев божий. Хорошая штука. Мне кажется, да. 50 урона. Жахнем по гномам. Кто-то там не выбежал. И утром уже, по идее, должен их спокойно разбирать. Так, здесь тролль загораживает проход. Ну, в общем... Идеальная история, чтобы прокачиваться. Ты, наверное, уходи. Здесь можно и поатаковать, да? Чтобы как-то побыстрее у нас прокачка пошла. 69 урона наносит тролль по крому. Ну, это несерьезно, как вы понимаете. Ну, просто у нас лекарь все это дело восстанавливает. Так что проблемы нет. Так, ну, кромом мы скоро прокачаемся. Получим уровень. И вот тут вопрос, что брать, да? У нас следующий уровень. И там... Не знаю даже. Помню, что там было много разного всякого вкусного и интересного. Но... Куда это все реализовать? Вот так сходу сказать не возьмусь. Легионы проклятых. Угу. И гномики. Все вместе, да? Поперли одни, и вторые, и третьи. Ну что, нанимать здесь героя получается? Так, утор ты-то у нас где? Ты у нас вот он. Легионы проклятых. Так, докачаться прям немножко, да? Нам не хватило. Давайте попробуем просто так на него напасть. Угу. Слушайте, но у монашки-то здесь отъедет. Нужно понимать. Сейчас она полечит, ну и все, и минус монашка. Слушайте, а я вообще-то неправильно сделал. Надо было по-другому биться. Я бы в принципе же мог... Сейчас подождите, дайте-ка я переиграю. Мне кажется, мы могли попробовать ее спасти. Был шанс. Просто я неправильно... Неправильно расставил приоритеты в этом бою. 41, да? Нам нужно вот эту дрянь... Запараличить. А тут защита от паралича. Ну тогда, конечно, без вариантов. Ладно. Дальше. 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 Та унта? слушайте ничего себе забрал у нас рыцаря думал что как-то этого мы сумеем избежать но нет получается что не сумели а воскрешаться есть чем ну в принципе то слушайте надо наверное это тратить причем надо наверно вот так отличиваться понимая что хотелось бы использовать эти ресурсы по-другому но так мы сразу опять же готовы к бою а то были совершенно не готовы к продолжению до соперничеством ладно ладно здесь тогда мы сейчас будем нанимать герои причем наверное слушайте наверно надо еще и вора нанять я думаю что так будем травить отлично два раза зашло следопыт у нас обычно был но вопрос нужен ли нужен ли он нам сейчас здесь а может быть нам нужно еще одного архимага взять до чтобы добивать выживших ну хотя следопыт если допыд хорош тем что он конечно же отлично работает по части инициативы то есть он быстро ходит так что полагаю это неплохой вариант два удара держит нам как раз и нужен чтобы он два удара выдержал в принципе дальше мы да чтоб тебя надо все-таки убить 1 гном то дальше мы его просто уберем из армии добавим нового ну там у нас новый есть в городе ну и тут больше опыта получит наши лучники следующий раз уже прокачаются правильно я думаю да нормально нормальная тема прокачаются лучники проход станет удерживать еще проще правильно же мне кажется да нет у кого тут не надо убирать лучника с опытом как-то так мы делаем ну и кром продолжает двигаться вперед нормально я думаю что более-менее разрулили лавка а лагерин ксенону нужны наемники у меня самые лучшие бойцы это сейчас мы посмотрим какие у тебя бойцы самые лучшие или нет вот городочек надо забирать копийчик как смеете вы вторгаться в наше владение демосфен не сделал для нас ничего орки тролли и гоблины много лет разоряли эти земли но вы ни разу не ответили на наши мольбы о помощи ну что тут скажешь понимаю ребят но помочь в общем ничем не могу можно кстати здесь опять же быстрый бой просто здесь они урон то нужного не наносит и вот у нас инквизитор может уже подняться на следующий уровень но видимо в другой раз так город мы забрали причем это первый город который мы должны забрать по сценарию почему вы нападаете на нас или вам больше нечего делать кроме как истреблять своих же братьев предатели вы посмели восстать против своего господина измена карается смертью казнить их до утра конечно очень жесток для маленького мальчика для подростка да скажем так это в общем то выглядит довольно странно ну не будем забывать что он провел в горах много не самых приятных лет 10 лет он там провел поэтому наверное понять его где-то тоже можно так ну ладно давайте кому вот так сделаем здесь полечимся заберем вот этого стрелка и дальше тоже можно через автобой им уже в общем то ничего здесь противопоставить ну ладно вошли в бой вроде как врага много давайте не будем торопиться ну и вот вопрос да нужно ли нам кого-то брать чего этот отряд это у нас город северная твердыня один из трех городов как я уже сказал которые нам нужны так к троллю к этому определенно нужно будет пойти деньги нам я бы сказал нужны для того чтобы вот его на как лекаря получил до понимаю девятый уровень у врага урон 70 ой 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 ладно нам бы первый раунд пережить а есть вопросы по первому раунду да интересно ну не мы тут кстати не не переживаем этот раунд ничего себе тут подошел паренек а я и не записывался до любопытно демоны тут заехали так ладно подождите а где мы записывались последний раз автосохранение по идее да у нас но это начало прошлого хода а это вот здесь мы можем остаться в городе и тогда уже это не получится вот так все провернуть замечательно так автобой нормально да все нормально я прям уже что-то стресса но думаю что как-то все пошло мягко говоря не по плану но проблема-то не сказать чтобы прям решилась то есть у нас тут куча демонов которые готовы в нас кидаться злой магией и в общем с этим нужно что-то что-то делать да что-то думать магия жизни у нас пошла но нам в любом случае нужно вот этого наверное добирать тролля в плане прокачки дэм будет это очень неплохо но опять же давайте через быстрый бой кром получит опыт здесь эликсир жизни но вернемся наверное да я думаю сэкономим уточнини сэкономим а потро вот эти они будем использовать два очка передвижения потому как хочется выжить вообще-то у нас с этим явные проблемы явные сложности так здесь забираем вот этот джезл ну и смотрим что будет дальше жезловик побежал слушайте мэри сейчас тут просто гномы изведут сколько у тебя жизней 30 здоровья как раз на один удар так ты никуда же и не успеваешь да забирать это я не хочу а здесь мы и не успеваем тоже не успеваем дойти до слушайте вот эти бы все штуки передать на нашего основного героя вот этот арт я думаю слушать а утром он же не умеет до использовать артефакты нет что-то не умеешь так ладно тогда продаем 100 денег тоже не лишние 800 монет стоит ну нет вот это я не хочу продавать талисман жизни полагаю он не может пригодиться возможно учитывая наличие вообще такого талисмана это как раз ответ на вопрос что нам нужно прокачивать может быть даже и магию талисманов хотя спроси меня кто о дальнейшем ходе прокачки нашего парня я бы сказал что нет я так делать не буду так мэри погнали вот сюда тобой ну и здесь надо наверное уже идти к демонам все понимаю страшновато учитывая что они опять в меня кидаются огненными чарами но что поделать как-то так будут они сейчас по мне стрелять ладно если что мы записано это так прокачка для утра вот он долетит товарищ который нам проблемы доставлял это же он одно дело когда он на нас нападала мы были биты а другое дело когда мы будем на него нападать и мы можем опять же по нему там жахнуть сейчас магии самая это дешевая штука наш уж поделать его же надо побеждать а это не тот у нас тут прокачались ребятушки но проблема в том что слушайте ладно я не буду загружаться что ж теперь не тот и не тот сам выстрелил не в того утр я думаю пусть сидит в городе что-то как-то страшновато если честно а здесь ладно здесь наверное мы просто ходим просто передаем ход пока думаю так не сумели поймать нужного героя врага вот она сила талисманов воскрешение до точность точно нет знания тайных троп ну такое вообще неплохо конечно орлиный глаз предводитель дальше видеть в тумане войны но это ерунда лидерство я не использую по факту инструктор нет тайное знание нет опыт странника магические сапоги ну что или силу талисманов или просто силу но больно классный талисман слушайте интересно он куда ставится но там вроде он вместо артефакта ставится или куда я вот не помню совершенно этого ладно талисман отличный можно воскрешать воинов иногда это может быть прям критичного критически важно берем силу талисманов и здесь пытаемся все таки я полагаю выйти на карту так это вот ты же был так сначала нападаем сюда сюда у просто говорю нападаем но тут тоже довольно серьезный парень ну хотя как серьезный он будет убегать ясно может и серьезный но убегать он будет уже без героя правильно может не промахнемся к тебе нет а вот этот убежит да так и есть ладно немножко опыта получили здесь у нас парень стал бить сильнее кром тоже стал бить сильнее 60 урона что-то я уже подождите не помню где я записывался где я не записывался вот на пятерку не записывался точно просто ускоряемся и нападаем вот сюда кстати города опять же тот же который нам нужно забирать опять же тот же в общем один из городов которые мы должны взять великие инквизиторы все у них хорошо кстати а у нас две тысячи денег откуда откуда такое богатство давайте реализуем пока есть до что реализовывать да вот они они это я должен убивать ну где же параличи то многочисленные и забирает героя да чтоб тебя да но он прокачан лучше меня да там герой то серьезный ладно в общем понятно что с ним делать ясно что мы с ним справимся если правильно подойдем к этому вопросу ну а как правильно подойдем к этому вопросу если мы дадим просто магию да просто бахнем по нему гневом нам же этого будет достаточно надо нам этого будет достаточно просто тут лекарь отъезжает сразу же мы враг хочет бежать это если что я сразу же не показал допельга допель гангер но в общем двойник допель гангер сверхъестественным образом меняет свое обличие обманывая и запутывая своих противников он может превратиться в любого врага на поле боя в общем жуткое создание это вы уже могли в этом возможность у вас была возможность в этом убедиться можете надо добивать я полагаю ну в смысле догонять и не дать сбежать еще не хватало чтобы они такого воскресили да на это уйдет мана жизни но чушь поделать а так ничего на это уже не уйдет ага такой же талисман знамя сражения это можно продавать талисман восстановления свиток призывания гворн такой дерево по моему здоровая темная ничего себе он тут насобирал вот смотрите куда ставится талисман давайте разбираться а вот сюда ставится ли смана он интересно одноразовый в бою или нет в руку он берется только надо было магистрат поставить ладно на следующий ход докачаемся этого точно не страшно утро залезай за тебя что-то страшновато честно скажу но и вот тут мы наверное хотели бы забрать рудник и они бы хотели да позабирать рудники понимаю понимаю вас сейчас будем контрить что поделать наймем еще одного героя о куда это молодой дараней рванул непорядок я тебя не отпускал по моему догонишь нет ты не догонишь а лучник а лучник догонит это хорошо это очень неплохо но сначала наверно крово вот тут ходим забираем город так города города тут еще но не то что попробуй забери не нормально сейчас мы минус архимага сделаем и на этом все наши сложности закончится единичка осталось но яд яд хорошая штуковина помогает в такие моменты здесь чего минус лучник ну и тут просто уже можно на самом деле было и бить в общем не важно призыв это мы уже видели здесь немножко ядов твоей жилы ничего себе дрянь какая они бьют по всем а вот это я не помнил кстати элементали воздух служит элементалистам которые вызывают их из иных миров область действия любой воин то есть они по-любому доставать на поле бой ладно это в общем-то неважно вот он он великий инквизитор прошел через огонь и ужасы самого ада чтобы навсегда изгнать зло из королевства священная булава в общем нормально 210 жизней бахать будет неплохо копейщик я никогда не подчинюсь демосвену он слабый правитель он ни разу не пом не помог нам с тех пор как умерла королева и пропал утр утр вернулся преклони колени перед твоим новым повелителем утр если это действительно утр мы будем служить ему мы в вашем распоряжении господин руины не исследованы так вот тут есть еще где покачаться это хорошо стоят вот такие ребята с которыми бы тоже хотелось конечно справиться да я готов служить вам утр пожалуйста простите нашу измену примите мои отряды в свою армию можно тебя в город засадить что за город скалистый замок ясно нельзя то есть можно просто здесь сидеть ну и ладно здесь и сидите тогда так нормально и вот с вами на что-то делать еще правильно давайте рыцаря на пегасе что ли для разнообразия наймем но и кучу лучников ему естественно тут уж разнообразие не разнообразие но это как мне кажется эффективная история ну видите эти ребятушки не могут убежать поэтому все у нас хорошо так мы погнали хорошо здесь мы справились но помним что тут еще гномик был которого они только что наняли дам но у меня тоже ребята не качаные нужно это тоже помнить ну поэтому наверное через гнев божий все-таки сюда еще отдадим его и нам должно стать полегче справляться с гномами тебя в защиту чтоб поменьше урона залетала так лучники эволюционировали сквайра бы еще подтянуть но я думаю подтянем в какой-то момент слушайте и здесь у нас что получается конец карты все край да мы то есть добрались а а где город последний дождите а ну нет здесь еще есть кусок ладно в общем нам последний город осталось найти и в общем карта получается тоже довольно таки быстро и правильно не сказать что проблема у нас из-за этого будут из-за прохождения карты единственное что опять-таки мы героя не докачиваем но чушь поделать так а может быть тебя как-то все-таки использовать чем у тебя в город засадили хоть вот вот тут например как вариант неплохое использование но и утр на месте правильно да его мы не дергаем так минус наш архангел слушайте а наш что дан там даже подбирала я уже забыл чего у нее там было с собой ладно сейчас разберемся ты в город возвращаешься ты неплохо из него добегаешь просто садись здесь надо наверное нападать на врага забирать вот этот вот мешочек а свиток истинного зрения было делом так минус маг смотрите-ка бьются ну тут понятно тоже через быстрый бой делать тут нечего долго их разглядывать да ну что пойдемте наверное будем переправляться смотреть что там здесь не забрали гномскую ману по идее сейчас должно все само распространиться в у нас не было необходимости это все забирать архангелом дам деньги опять-таки тратить не хотелось бы так тут тоже мы разбираемся надо посмотреть что за наемники вот здесь живут так то мы первый лагерь наемников вроде видим до этого ничего подобного нам не встречалось поэтому любопытно поглядеть сейчас полюбопытствуем так а сколько нам нужно опыта для следующего уровня интересно мы когда-нибудь докачаем крома до тех стандартов которые нам будут доступны 350 у нас пятьсот тридцать восемь ну да чуть-чуть еще чуть-чуть еще нужно так как гномскую эту мы ману получили а здесь столица у демонов ясно ясно ну тоже хотя ладно давайте так давайте ударим а то уже вроде как мы понимаем что скоро конец миссия у нас еще времени сколько хочешь играй не хочу так чё может разведчика из него сделать ну хотя бы оглядеться осмотреться вот сюда нужно кстати кромом то сходить что-то я его дернул туда к демонам а может и смысла в этом нету ополченца можно нанять копейщика и все ну в общем мои прекрасные войны будут с радостью сражаться на вашей стороне за плату ну разумеется сейчас бы еще бесплатно они сражались на нашей стороне да чё-то как-то сразу я не подумал сюда пойти здесь кстати еще деньги надо забрать у демонов в любом случае поэтому давайте мы нашего архангела вернем в дело очень много было магического воздействия до которого оказалось слишком много для архангела чтобы он выжил еще один герой ну это мы уже видели а понимаю все нет вопросов хорошее вложение 300 золотых ну кто ж знал что этот прибежит и в общем и в общем вот так все получится в итоге так ну ладно пойдем туда вроде как мы не торопимся наверное не будем заливать ману здесь а здесь может уже и надо нашего вора поставить поближе вот что я скажу а здесь может просто напасть а если не потянем все таки у нас здесь паренек неокрепший не давайте все таки опять же надежно мы все сделаем так чтобы не оставить гномом шанс ну и в общем да они сразу же разворачиваются и показывают что не не мы так мы бежать интересный состав армии обратите внимание отлично опыт получать много за вот этих колдовалок их идет да травница незаметно на первый взгляд искусство травницы незаметное увеличивает в бою силу ее соратника в общем заметное и незаметное так вот он город тот самый нет нет это какая-то осмара нам нужно в общем то не осмара нужен другой городок ладно это все опять же не так важно еще один тут прет враг теперь у нас новый да новый источник противостояния ориентирование берем чтобы еще дальше бегать новый источник противостояния нам придется здесь демонов отгонять из этой области до вас и до вас тоже надо нападать что смотреть на него что ли о вы бьетесь ничего себе редкость наше время обычно да обычно просто убегают эти ребятушки отчаянные головорезы встретились нам на пути что ты скажешь ладно минус еще герой так то это вложение денег деньги не бесконечные может утро сюда отправить пусть посмотрит что он там засел с этими с этими побиться но по идее мы должны их затащить так тут кстати какой то есть у нас сундучок в смысле мешочек с сокровищем так здесь мы давайте обследуем карту до конца и поймем что в общем ничего примечательного не скрывает она от нас да гномов мы поджали все гномы нас можно сказать не тревожит не беспокоит это хорошо полагаю можно и поколдовать еще вот тут ускориться чтобы боевку провести таки вот с этими орками орки качаные обратите внимание суровые ребята 2 аж уровня так здесь чуть-чуть урона здесь чуть-чуть магии куча параличей но в общем в общем все понятно давайте-ка мы отправим вот этого товарища да и вот этого наверное покачаем нашего героя может и колдовалочку как то она выполняет свою функцию хотя сейчас как тут по герою по нашему накидает ну ладно на самом деле паралич вон прокает нормально в любом случае мы тут справимся давайте все в крома зальем тут нормально 242 опыта очень недурственно ну и сюда направим наши стопы так здесь забираем серебряное кольцо понятно напасть не напасть да наверное и нет мне не то чтобы нужно было ты стой ты и что ну давай разведку герой сидит вражеский да все это угол карты это надо забирать тоже ну сейчас мы возьмем руины вот это 50 урона от демонов вот так выглядит то есть решил на нас напасть ну ладно придется поучить тебя уму разуму так это решил нам вора подрезать да что с вами не так то ребятушки что же вы все такие молодые да ранние так ну у нас есть деньги в принципе мы сейчас справимся с этой угрозой давайте с крома мы начнем можно записаться чтобы у нас наверняка не было каких то проблем давайте вот сюда запишемся руины заберем ну и подумаем что же делать дальше вот она вот она тень тот юнит благодаря которому очень интересно играть за смерть накидывает паралич с 50% вероятностью на все цели на поле боя жуткий внешний вид тени внушает парализующий страх живым существам у нас правда есть тут такой паренек которому в общем который видал вот этот вот страх для живых существ паралич нормально мы сами умеем паралич накладывать горит никаких проблем ни малейших да так то очень злые руины но в общем не в этом случае знамя неуязвимости ой спасибо плюс 15 защита от урона вместо десяти и того здесь 55 но у всех 15 хорошо есть еще 20 а есть по моему и 30 или нет вот путаю или нет напишите в комментариях кто знает есть тридцатка знамена на тридцатку защиты или или мне это почему-то только кажется так ну что вот сюда мы идем или куда ну давайте да с исследованием территории здесь мы должны все удерживать просто силами наших ребятушек да которых мы можем нанять так здесь вор пошел понимаю 80 процентов не зашла вероятность бывает такое ну что будем нападать или понадежнее сыграть еще одного вора ну по идее мы и так там справа мы не не успеваем понимаю ладно тогда давайте просто нападать ну так здесь справились но и теперь у нас вот тут до летающий товарищ следопыта как самого быстрого парня полагаю так я надеюсь он добежит вообще хе-хе а то конечно это будет как-то странно хе-хе нет а он не успевает ладно придется значит отдать немножко маны ну придется ее еще отдать вот сюда потому что просто так нападать то мы не будем ну что ж поделать колдуны мы или нет должны же мы тратить магию иначе в чем вообще смысл ну и все да тут мы просто забираем давайте на быстром режиме это сделаем поскольку ничего интересного там не предвидится так утр побежал смотреть что здесь интересного сейчас утр еще прихлопнут если это тоже конечно будет так себе сюрприз так давайте-ка мы угол карты рассмотрим вот этими ребятами копейщиками которые к нам присоединились если их сейчас тут не прихлопнут не никогда не надо зарекаться когда бегаешь мимо вражеских городов сейчас кто-нибудь не выйдет и не наваляет тебя так здесь деньги можно забрать сейчас посмотрим по идее еще рудничок какой-то должен быть здесь торговец ну ничего интересного на самом деле у него нет ну в любом случае наверное имеет смысл вот какого-нибудь ворона нанять и где-нибудь вот здесь расположить тоже пусть будет так сказать на страже стоит и бдит за всей этой ситуацией ну и тут кроме мы просто идем по направлению по направлению к городу вот утр крестьянин эмант интересно полюбопытствуем что эмант нам расскажет наверное не просто так он здесь стоит так проклятый полетел очередной пожалуйста спасите меня и моих детей злобные тролли разрушили мою ферму я потерял все что нажил за долгие годы что это бегите я вижу тролля одного смотри только уйдет туда уверенный в себе какой я полагаю с одним мы как-нибудь справимся крестьянин эмант не переживай ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу А зачем, действительно? Значит, минус парень. Вот здесь заходит паралич. Ладно. Так, а воскрешения там были или нет? Отлично, прокачивается матриарх. Прокачивается рыцарь. Вы спасли меня, я хочу передать вам семейный секрет. Вы доказали, что достойны этого. Очень давно. Один из моих предков был великим бойцом. Он записал все свои секреты в книгу. Его дом стоял заброшенным. Но книга все еще может быть там. То есть вот здесь что-то интересное. Куда нам нужно? Нам нужно сюда прийти нашим героям. Ну, я бы конника воскресил, конечно. Так, здесь, правда, сначала мешок унесем. А здесь дальше продолжим разведочку давать. Руины разграблены. Да, здесь мана смерти. Угу. Ну, не успеет. Вор, это понятно. Ой, что еще отдавать, что ли? Ну, наверное, что. Не можешь же он, да, постоянно нанимать. Прям каждый ход нанимать новых и новых ребят. Так, неплохо. Этого победили. Ну и сюда идем. Город сейчас будем забирать. Все, ману не тратим. Мана и так нету, чтобы каждый ход туда-сюда расходовать. Так, фактически нам надо забрать последний город, правильно? Для победы. Но прежде я бы сходил, посмотрел, что там за секрет нам христианин рассказал. То есть, в чем там вообще дело. Осмара. Нападаем. Никого не боимся. Так, урон по всем, я понял. А, сколько тридцатка? Тридцатка защиты. Наверное, надо вот здесь подрезать. Вот здесь ударить. Вот здесь еще накинуть. Может паралич? Паралич один прошел. Ну, хорошо. Это меня более чем устраивает. Ну и в принципе... Дальше все будет легко и просто. Просто всех забираем. И долечиваемся. Ну и смотрим, кто тут сидит еще внутри. Демон. Все как мы любим, короче говоря. Так, только встанем в защиту. Здесь ударим. В общем, как вы понимаете, проблем-то у нас никаких нет. Слушайте, а я раньше прям лидерство выкачивал сразу же. Ходил прям со всеми ребятами в армии. Я только не помню, как я в этой компании прокачивал героев своих. Если я хожу в усеченном составе, у меня серьезные проблемы, да? Чтобы кого-то прокачать. Ну, как-то, значит, прокачивал. Так, что, забрать вот эту штуку? Ну, деньги есть. Давайте, да. Привлечем еще одного архангела. И вот это все сделаем. Сейчас, наверное, в нее будут всякие колдунства кидать. Ну, они любят. Опа! Навсегда уличивает урон. А я хотел мимо пробежать. Ничего себе. Так, ну тебе, я надеюсь, здесь ничего не грозит? Ты давай-ка тут стой просто так, тихонечко. Тихонечко стой и делай вид, что тебя нет. Ну, в смысле, что? Что, в общем, ничего мы не злоумышляем. Против демонов, все такое прочее. Так, тут еще одного вора я найму, пожалуй. Ну и поехали дальше. Да-да-да, я так и знал, сейчас вот это вот начнется. Карусель огненная. Так, гномы вытащили еще одного героя. Но это, в общем, все не страшно. Ладно, денег теперь у нас куча. Это, в общем, уже не проблема контрить этих вот ребяток. Отравляем. Я думаю, еще раз отравляем. И тут можно просто уже нападать. Второго вора даже не дергать. Ну, такой, да, выбор отряда. То есть, быстро мы его лучниками не забираем. В общем-то, надо будет сейчас пойти полечиться. Нашим охотникам на ведьм. Просто так, стоя на карте приключений, мы очень так себе регенерируем хп. Ну, я не думаю, что это прям какой-то проблемой станет для нас. Так, ладненько. Жезл уничтожили. Попробуем отхватить еще вот здесь. Правильно? Думаю, что да. Так, ну и погнали к ромам. Дальше защищать карту приключений. Город где-нибудь... А, ну тут, в принципе, слушайте, уже осталось-то где-нибудь стоит сам город, да? Ну и мы должны будем забрать у утра вот этот чудесный эликсир. Выпить его на героя и, в общем, вылить на героя и радоваться этому обстоятельству. Так, здесь до вора ты добрался. Я понял тебя. Это было отчаянное решение. Ничего не скажешь. Хоть бы кто-нибудь промахнулся, нет? Все попали. Ну, в общем, попали вы в прямом и переносном смысле слова. Вот, помяните. Помяните мою угрозу. Она отнюдь не пуста. Здесь вор нанимается. Он же успевает. Да. Хорошо. Так мы можем еще и вот этим же пообщаться близко с этим товарищем. Ну и лучник уже доделает все, что нужно. Ух ты. Смотрите-ка, выжил. Но не будет он пытаться нас обидеть. Будут пытаться убежать. Но это, в общем, бесперспективная затея. Не хватит у вас инициативы, чтобы от лучников убежать. Но если они точностью такой будут поражать дальше, то, конечно, могло бы все быть не так приятно. Но благо с точностью все оказалось не так у них и хорошо. Че, чувствую сейчас очередной архангел придет в негодность. Да, сейчас какой-нибудь каст любой и все. Поэтому ты здесь ставишь жезл. Вот, и мы еще одного наймем. Можем себе позволить денег много. Ой, как здорово, да, что в какой-то момент у тебя становится много денег. Ты можешь позволять себе нанимать юнитов, просто не задумываясь. Тех, которые тебе нужны. Ну, и лишим демонов. Их финансового благополучия. Так, Ром, ты. Находим город. Находим руины неисследованные. Сейчас мы тут все почистим и пойдем просто заберем город. Да, и на этом миссия будет завершена. Правильно же я понимаю? Можно всю карту открыть? Как там это? Че там это стоило? Рассеять весь туман войны. Ну, и как бы это можно сделать, слушайте. Прикольная тема, да? Маны ада у нас не хватает. Ладно, давайте мы выучим. Или хватает, подождите. Нет, на следующий день можно будет бахнуть. Очень мало маны жизни, я считаю, на карте. Ну, или мы просто не нашли вот ролик, как тусят тут. Все у них хорошо. Ну, че, будем туман войны весь убирать? Прикольно же. Давайте это сделаем. Опа, и вся карта приключений открыта. К нашим услугам. Кайф. Лавка торговца. Стоп, 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 мы тут пройти не можем. Это я к тому, что... Че будем делать там? Оббегать? Ну, наверное, да, слушайте. Нам нужна прокачка. Куда я тороплюсь, вот в самом деле? Тут, кстати, можно ману жизни еще взять. Какого уровня тролль? Третьего. Паралич нам помогает. Ну и, в общем, вы видите, да, что урона у нас очень неплохо стало. С прокачкой инквизитора, опять же, добавилось. Тут еще раз ассасин получает этот самый опыт. Так, че у нас по архангелам? Ну-ка, давай. Там он, мана жизни, на которую я жалуюсь. Оказалось, что есть. Можно ее прибрать к рукам. Так, ну и здесь надо, наверное, вот сюда попытаться проникнуть. Забрать последнее, что есть у врага. Ну, а зачем им столько маны? Они ее все равно тратят на использование летального магического вооружения. Ну, мы же не будем на это просто смотреть, правильно? Мы лишим их источников к существованию в этом плане. Так, че у торговца? Сферы. Сферы всякие, амулеты. Всякая всячина. О, вот это поинтереснее уже. Это уже на что-то похоже. Надо в героя сейчас будет опыта влить. Так, ну че, пробуем тебя сначала, да? Вот прошибить. 144 урона. Наверное, тебя мы поставим в оборону. 65. Неплохо. 72. Отлично, слушайте. Все просто замечательно. Так, ну, тобой для ускорения до этого процесса еще раз ударим. Тобой в защиту. Никаких тебе проличей. Ну, нам не очень и надо. Так, справедливости ради. Тебя уводим. Тебя... Тоже уводим. Тобой бьем. О, паралич. Вовремя. Ничего не скажешь. Ну, поехали. Я думаю, в кладовалку опыт вольем. Слушайте, когда остается один враг, гораздо лучше паралич залетает. Вы не находите, чем когда их толпа стоит? 295 опыта и туда, и туда. Сейчас наша колдовалочка еще прокачается. Ну, мы, я не уверен, что сумеем тут что-то выгадать на карте по части получения уровня. Ну, в общем, как пойдет. Здесь, ага, вот так, да, мы должны лететь именно, ну. Тролли не будут же на нас нападать, я полагаю. Далеко они стоят, вроде как. Не должны. Так, Утар. Давай-ка, беги нам навстречу. Просто, чтобы мы пораньше получили вот эту прибавку по урону. Ну, хорош. Ну, шо за нелюди. Нанять еще одного архангела. Ну, давайте, давайте отправим, почему нет. Сфера регенерации, неинтересно. Угу. Ну, кстати говоря, выглядит довольно-таки опасно вот эта история. Ну, хотя, опять же, будут пролечи, залетать или нет. Вообще, типа, не похоже, да? Ну, мы можем просто забрать людоеда вот так. Здесь встать в защиту, да, получить меньше урона. Да и все. Это, в общем-то, решение проблемы для нас в данном случае. Я-то там остался. Вот сюда проходим. На тебе! 104. Солидно. Ничего не скажешь. Уходи. Да тоже уходи. Вот, смотрите, опять один остался. И опять все нормально по части залетания пролеча. Просто каждый удар и пролеч на враге. Ну, я не скажу, что меня прям это не устраивает. Так и так. Так работает, значит, так работает. Здесь прорицательница. Правильно. Апгрейдилась. Апгрейдилась. 77. Теперь будет нам залечивать. 1000 золота. Книга воды. Книга воды. Книга войны. Все воины отряда, в отряде предводителя будут получать на 25% больше опыта. Ну, так-то вроде как бы прикольная тема, но... Но, в общем, такое, да? Так, утр продолжает идти. Опа, опа, вы посмотрите. Да еще и долетим. Ой, да что с вами не так-то? Что вот с вами не так? Ой, я там паренька еще не вылечил, да? Расслабился. Что тут у тебя со здоровьем? 61. 61 единичка здоровья. Ладно. Потравили три раза. Я думаю, должно быть более чем достаточно. Так, минус ты и минус ты, да? Угу. Здесь, в общем, все было просто, но я бы все-таки сбегал, если честно. Так, город забрали. Хорошо. Хорошо. Здесь продолжаем двигаться. И здесь продолжаем двигаться. В общем, не знаю, этот паренек летает, и пусть летает. Заберет он этот город или нет? Я думаю, нет. Слушайте, у них тут тридцатка брони. Он-то нулевый. Правильно? Не должно у нас каких-то быть сложностей в этом смысле. Бежать качаться или нет? Наверное, да. Решил, что сделаю, это почему бы не сделал. Слушайте, вот ведь кто-то после этого не хочет мне давать магию, да? Ману дополнительную. Надо наказать кромом. Раз такое дело. Просто тут у нас что? Тут у нас сундук, тут у нас есть руины. А в общем-то, что в сундуке, что в руинах может быть что-то интересное. Поэтому, наверное, имеет смысл. Туда забежать. Тем более, здесь мы можем. Быстрый бой. Но тратить, наверное, ману на ускорение все-таки не буду. Главное, вот этого архангела, да? Который со столицей проклятых никто не трогает. А того прямо ополчились на него. Это несерьезно. Ладно, мы будем ходить одним героем. Что нам? В принципе, это будет быстро. Так, утр, давай. Передай. Важные штуки. По идее, все можно передать, хотя... Хотя, наверное, и не нужно. Но я такой, я все передам. Я рачительный хозяин, поэтому... Если вы понимаете, о чем я... Так, здесь... Ходов нету. Тролли тусят. Какие дела у них же. Почему у нас нет гномской магии, которая позволяет плавать без штрафов и бегать... И 100 очков действия восстанавливать? Ну, в смысле, 100%... Ну, в поинтах себе возвращать. Кстати говоря, а что мы его тут не забрали еще? Надо забрать. Непорядок. Как они с нами, так и мы с ними... О, сразу же. Активировались. Активизировались, точнее. Угу. Опять я забыл, что бежал куда-то. Ну да ладно. Так. Так. То есть вы считаете, что вот вам хватит, да, тут? Урона, чтобы со мной справиться. Ладно, поглядим. Тут, наверное, надо бить, слушайте. Угу. Сейчас будет больно. Ну, кстати говоря... А кто-то побеждает, интересно. Мне кажется, я побеждаю, но... Ну, в общем, да. Это очень жестко. Это очень жестко было. Нам бы теперь добежать до города. Хотелось бы, так сказать. Так, жезл убираем здесь. Наказываем проклятых. Вот все-таки любят они, да? Вот так пусть по мелочи, но подгадить. Казалось бы, сидите уже и сидите себе спокойно. Нет. Нужно напасть, нужно что-нибудь сделать. Так, с этим разобрались. Вот это, конечно, инвалид теперь. Так, ладно, здесь мы сейчас добиваем вот эту барышню. И с крайней низкой скоростью двигаемся по направлению к городу. Так, Рома, дайте мне, пожалуйста. Пожалуйста. Будьте так любезны. Ладненько, смотрим. Ведь сейчас прибегу туда и по закону, ну, вы знаете, эти законы, подлости и всего такого прочего, там будет какая-нибудь ерунда просто вот полнейшая. Или нет? Или не зря я сюда сбегаю? Вот тут тут тяжело было проход сделать. Ага, ну тут, в общем. Охрана так себе. Ничего примечательного. Ну, наверное, героя покачаем. Да? Почему нет? Можем покачать? Давайте покачаем. Да, это, конечно, проблема встретить оборотня, когда у тебя в армии все бьют оружие. Бывало у меня такое. Парализующий посох. Отнимает 100 единиц движения. Парализуй жертву на один день. А вот это кайфовая штука, слушайте. Это я бы с собой вообще взял бы в следующую миссию. Но у нас 5 предметов. А что я хочу взять? Я хочу вот эту штуку взять. Два артефакта, знамя. Ну и, наверное, парализующий посох. Просто он классный. Вот этот арт, конечно. Ну, 10% брони они мне нужны. Да, вот как-то не крути. То есть есть хорошие арты, которые вот... Ой. Кстати говоря. Кстати, о птичках. Сколько у нас урона? 60. Будет 66. Правильно? Да. Ну, может, все-таки вот не этот арт, а меч. Мы и так подняли за счет знамя, да, броню на 5%. Ну, будет на 5 меньше. 45 будет. Зато урон 82. В этом есть смысл определенно. Ну, просто совсем слабый артефакт. Десятку добавляет. Прям как-то даже несерьезно. Так, лучником я бежал, да? Вот тут. Бежал, не добежал. В общем. Что поделать? Так, ну, мы все-таки это сделаем. Наверное. Наверное, успеем или нет. Успеваем? Да, хорошо. Хорошо. Ну, естественно, надо всех воскрешать. И пусть сидят лечатся. Так, а здесь у нас тролль. Что-то хочет нам сказать. Давайте сразу сделаем минус орка. Неплохо. Слушайте, очень неплохо они выступили. Хм. Ну-ка, вставай в защиту, а то сейчас же сейчас же отъедешь. Да, вот так как-то будет повеселее. Так, минус ты. Здесь надо дубинкой. Ну и можно бить уже, на самом деле. Опять же, мы же знаем, что паралич будет работать, да, по одиночной цели. Так. Решил наш ассасин, что он не будет участвовать в избиении одинокого тролля. Ну да ладно, я что-то даже забыл влить опыт, ну да ладно. Эликсир железной кожи. Ага. Слушайте, я не зря сюда бежал определенно. Определенно не зря. Итого у меня будет 55. А, вот в этом смысле. А, он одноразовый. Хм. Серьезно? Нельзя? Ясно. Ясно, понятно. Не, получается зря. Раньше времени я обрадовался, да? Так, все, ребятки, давайте уже не это, не просто не цепляйте меня, дайте мне спокойно добежать до тролля, их тут победить, и в общем, чтобы все были счастливы. Я даже прям буду ускоряться. Прям даже вот, чтобы, так сказать, ну может быть не прям по два раза в день, хотя может и по два. Кто там город-то охраняет? Там, я не думаю, что что-то прям сложное. А, там просто тролль сидит. Не, можно тогда ускоряться по полной программе. Да, ну заклинание, которое открывает всю карту, это круто. Это прям, конечно, мощная штуковина. То есть, все-таки не сиделось вам, да? Все-таки надо было вы... Ой. И там, и здесь вы посмотрите на них. Ну, чтобы не было мучительно больно, что я с карты ушел, а врагов не забрал. Слушайте, а вообще-то с... Меня тут мысль посетила, а с этим... Артефактом, а я не могу ли столицы ломать? Такая у меня вот идея возникла внезапно. Прям я задумался, сработает или нет. Я просто не помню, можно ли накинуть именно эту штуку. Можно ли на этого парня, на хранителя столицы, накинуть паралич? Ну, это любопытно в любом случае. Раз уж мы на карте, я думаю, что можно вот... Ради этого можно задержаться, на самом деле. Так, здесь все в норме. Отлично. Здесь давайте травить от души, чтобы уж... Чтобы уж наверняка не как в прошлый раз, да, получилось. Но затащил наш лучник, так или иначе. Убегает. Ага. Ясно. Ну, мы не можем его упрекать за такие панические настроения. Конечно, если армию все перетравили, да, тут попробуй не убежать. Ну, гномом я возвращаться не буду, даже если наша вот эта вот миссия пройдет успешной. Успешно. Так, здесь ориентирование. Кстати, надо эликсир-то отдать кому-нибудь. Утру я не вижу смысла. Хотя, почему я утру не вижу смысла отдавать? Где ты есть-то? А кому тогда отдавать, если не утру? Ну-ка, иди сюда. Пусть качается. Правильно? Что, нам жалко, что ли? Интересно, кстати, у него это сработает? Ой, он так и не поднял война там. Ну да ладно. Броня. Десятка. Ну вот, поглядим заодно, сработает или нет. Так. Ну, побежали, побежали. Посмотрим, посмотрим, удастся или нет. История любопытная, конечно. Интересно, предчувствуют они, что сейчас с ними будет? Да. Определенно предчувствуют. Определенно понимают, зачем я сюда прибежал. Круто. 50 урона. Ничего не скажешь. Но у нас есть. У нас же есть контракт к этому делу. Ну, что-то дорогая контракт, да, получается. Отдать всю ману жизни. У нас есть просто вот такое исцеление мы можем вот так сделать. В итоге мы на 300 маны жизни меньше потратим. и другую ману вообще не потратим. Ну, как бы понятно, что в целом та история, наверное, поэффективнее. Ну, хотя, как она поэффективнее? Не, нормально, ей что-то как-то очень дорого там. Очень как-то там все дорого. Так, ну что, запишемся. Посмотрим. Давайте будем посмотреть, что из этого получится. Как это вообще сработает? Ааа, так. Он бьет урон 250. Убедительно было, как вы считаете? А чем ты бьешь-то? Инициативы 90. Да, давно я не нападал на города. Инициативы 90. Понимаю, понимаю. Источник жизнь. Источник огонь. Ну, а от жизни мы ничем не защитимся, да? А от жизни мы ничем не защитимся. у нас же нету контракт жизни. Ну, это было бы как-то странно. Защита от огня. ну, можно вот это типа еще, да, попробовать на 20%, чтобы меньше он урона по мне наносил. ну, предположим, давайте попробуем, раз мы сюда прибежали. То есть мы сейчас просто спрячемся здесь в город. да, ну, это мощно, это мощно было прямо, конечно. Красиво бахнули, ух ты. Спринтера извлекли из загашников. Так, ладно. Ой, не сюда. Это что такое? Это у нас окно дипломатии? Тоже как-нибудь можно будет поработать с этим, да, поразвлекаться, посмотреть, нужно это или нет. Так, ну что, мы, а мы еще и не добегаем. Да что б вас. На следующий ход, чтобы хватило кинуть одно заклинание и другое. Ой, ладно, поглядим. Оно же, оно же, оно же любопытно, правильно? Правильно. Поэтому давайте мы попробуем это сделать. Так, ты нападай. Угу. Решил биться с нами, посмотрите. Так вот, по-серьезному, безо всяких скидок. Ну, решение, конечно, было ошибочным. Не дать, не взять. Так, еще один погнал. Да что б вас. Откуда вы только деньги берете? Так-то нужно понимать, что, да, герой с войсками это там 700 монет. Ну, грубо. так, ладно. Поехали. Ускоряемся. и броню светую, да, нам же хватит, хватит. Сколько вот у крому брони получается? 65. это хватит ему, чтобы выжить. Я что-то не уверен. Ну, хватает, да, чтобы выжить, ему хватает, как раз. А мы не добиваем тут. Ну, и никакого, в общем, никакого, в общем, этого пролича не было. Ну, нет, ладно, не будем мучиться. Напишите мне в комментариях, вообще, параличное накидывается на эту дрянь или нет. Ну, наверное, но там такой урон что-то мизерный получается. Ладно, погнали в другую сторону. Нам вообще это вот сюда. Это мы так. Побаловаться. На самом деле, мы пойдем сейчас захватим город, который нас просили захватить в этой миссии и будем таковы. Нормально. Неплохо выступили. Ну, я думаю, с троллями мы сейчас опыт-то позаливаем. Поскольку, ну, почему бы и нет. просто здесь эти ребятушки разворачиваются и погнали. 8,7 урона, да, он выдает на гора. Неплохо. Так-то очень неплохо. Учитывая, что это по всему полю боя. 201. Так, а можно было ее убрать, да, колдовалку отправить. Это что-то я не подумал. Слушайте, так мы сейчас если будем всех выгонять с поля боя, мы здесь реально прокачаемся. Получим уровень, ну и отлично. Нам-то что? Нам-то только лучше от этого, правильно? Хватит топ-то или нет? Ну, тут два тролля уже, Сейчас мы сначала одного аккуратненько уберем. И яд. Ты уходи. И ты уходи. Так, здесь в защиту. И вот так. 503 опыта. Неплохо. 503 опыта. Это солидная история. И тут последний тролль сидит, на котором мы и можем прокачаться. Правильно? Сколько там нам надо? Угу. Яд на тебя все-таки навесим. Ух ты как! Это было близко, слушайте. Да. Это было близко. Здесь в защиту. Нам нужно здоровье, да, восстановить. Определенно. паралич. Паралич. Хорошо. Ты постой. Паралич. Уходи в защиту. Отлично. Все получилось. Уровень мы взяли восьмой. Ну, неплохо. Я-то, если честно, был уверен, что мы не прокачаем здесь героя. Ну и все. Забираем мы город. Цель миссии выполнена. И всю карту почистили. Все посмотрели. Друзья мои, по-моему, это было неплохо. Удачно. Мы захватили все городами. Лорд, эти земли наши. Лорд Утер, замок Ивония в наших руках. Мы уничтожили всех троллей. Задание успешно выполнено. Давайте послушаем эпилог. Безумие морока небохранителя не помешало Утеру захватить непокорные города. Армия его сокрушила всех несогласных. Демосфен возвращался в свою столицу со спокойным сердцем. Главное, Демосфен не переживает. Нам-то что, да? Мы тоже не будем. Итак, парализующий посох берем. Да, рабочая версия. Как мы все это будем делать? Книгу войны? Ну, нет, не берем. Знамя неуязвимости определенно берем. Теперь, что еще там мы брали? Талисман жизни берем. Ну, и два арта вот эти, да? Получается так, ну, вроде как решили. Может, ничего не можем? Нет, не можем. Пять предметов. Ну, и ладно, давайте поедем в следующую миссию, узнаем, что нас там ждет интересного и увлекательного. Вскоре уши императора Демосфена достигли донесения из восточных земель. Безжалостные орды нежити ворвались в Лифийское королевство. Если им удастся покорить эти земли и перейти через верхнюю Аннулию, дорога в Невиндаар будет открыта для них. Целых десять лет орды нежити не тревожили покой людей, и казалось, будто забыла о них нечестивая богиня Мортис. Что предвещает возвращение бесплотной богини? Для чего вдохнула она жизнь в свои павшие легионы? И хотя старшая раса не просила о помощи, Демосфен отправил к ним небольшое войско, и бы знал, что только эльфы стоят между империей и ужасными ордами оживших мертвецов. Цель убить темного эльфа Лифа, прежде чем он победит эльфов. Ну и вот так у нас начинается новая миссия. Начинается она с того, что мы будем выбирать бонус, да, выбирать бонус за уровень, который нам, нами был получен. Точность, знание тайных троп, может знание тайных троп, слушайте, предводитель будет каждый день восстанавливать очки здоровья, но нет, лидерства нет, выносливость, здоровье предводителя возрастает на 20%, сила урон добавляет. Я хочу дальше бегать. Знание тайных троп. Наконец-то мы на месте, милорд, нам нужно торопиться, эльфы в огромной опасности, и город находится к западу отсюда. Отлично, мы будем торопиться, но будем делать это уже в следующей серии. Давайте мы сохранимся, ну и за сим позвольте откланяться, это был антиквар, жду от вас обратной связи, делитесь эмоциями, впечатлениями, пишите комментарии, оставляйте под видео большие пальцы вверх, как говорится продвинем этот ролик в топ ютуба, вот такие дела. Огромное спасибо спонсорам канала за поддержку, всем удачи и до встречи, пока.